Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Накануне в Госдуме председатель ЛДПР, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий жестко отреагировал на решение Гаги выписать ордер на арест российского лидера Владимира Путина. Подробный комментарий смотрите далее. «Именно Европейский союз, коллегиальная структура, которая, если расследование подтвердит, а это уже практически становится очевидным, дал взятку, правильная квалификация, сегодня данная Вячеслава Викторовича в начале заседания, Международному уголовному суду. Сам тезис, сама ситуация, когда Международная судебная инстанция, одна от другой, от Европейского союза получает взятку за шельмование России, ставит жирный крест на Международном уголовном суде и Римском статуте Международного уголовного суда, как судебной организации независимой, которая должна принимать объективное судебное решение. К великому сожалению, чуть раньше такую зависимость от американских экспертов и Государственного департамента США показал Европейский суд по правам человека, судебное измерение Совета Европы, откуда Россия чуть раньше вышла совершенно обоснованным образом. Сегодня нужно говорить о том, что Международный уголовный суд не является больше объективным и беспристрастным международным судом, заангажирован на принятие взяток и на принятие заведомо антироссийских решений, что несовместимо со статусом независимой международной судебной инстанции. В то же время, когда Россию пытаются шельмовать, причем странно произносить это судебной инстанции, принявшей взятку от Европейского Союза, президент России совершил рабочую поездку на Донбасс, в Мариуполь. Президент России сегодня и все наши политические силы, которые ЛДПР призвало встать плечом к плечу в поддержке России, нашего будущего, здравых идей президента, мы видим, что президент России создает, коллеги, созидательную, конструктивную повестку во противовес той разрушительной, которая идет сегодня против нас с коллективного Запада. Санкции, по его словам, были побеждены, цитата, совокупным коллективным разумом. В целом, правительству поставили положительную оценку. Как вы отметили, Михаил Владимирович, в своем докладе, отчет правительства проходит в беспрецедентно тяжелых условиях. Мы, ЛДПР, благодарны правительству за поддержку ряда наших инициатив. Их несколько десятков. Назову наиболее знаковое. Гибкий срок действия ОСАГО от месяца до года. Освобождение от уплаты госпошлины при совершении нотариальных действий мобилизованными. Зачет период прохождения военной службы периода, в течение которого гражданин имел гражданство другого государства. Это погранслужба в целях обеспечения жилыми помещениями либо субсидий. И многие-многие другие наши ключевые предложения в сфере социальной политики сейчас, мы знаем, находятся на завершающей стадии рассмотрения в правительстве. Мы просим, и в частности Татьяну Алексеевну Голикову, которую благодарим за теснейшее взаимодействие по важнейшим вопросам ее блока, которые заточены на каждого гражданина, на каждую семью. Это всегда была главнейшая задача ЛДПР. Нам необходимо выводить больше ясельных групп для детей от полутора месяцев до двух лет. Нам нужно, чтобы женщины имели возможность материнство совмещать с карьерой в наше не совсем простое время. Нам нужно пересматривать утвержденный перед Новым годом перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов В соответствии с рекомендациями профильной комиссии Минздрава, 22 препарата для лечения высокозатратных нозологий, гемофилия, тяжелая форма бронхиальной астмы, онкогематология и многое другое. Из 22 препаратов пока в распоряжение правительства вошли 4. Все это касается тысячи тысяч людей, которые в этом жизненным образом нуждаются. Далее, Михаил Владимирович, я еще раз поднял бы вопрос о создании в стране единого центра биоинженерных технологий, инжинирингового центра биотехнологий, который бы укрепил связь нашей фундаментальной науки и промышленности. Мы сигналили много раз, актуальность такого центра представляется безусловной. Модернизация нашей технологической базы невозможна без массового внедрения сегодняшних биотехнологий и биотехнологических продуктов. Это будет иметь положительную обратную связь на нашу конкурентоспособность по тысячам номенкатурных позиций и решение проблем импортозамещения. По импортозамещению мы благодарны Денису Валентиновичу Мантерову. Денис Валентинович так держать. Давайте сравним то, что в этой важнейшей сфере происходит сейчас и то, что было год-полтора назад. Денис Валентинович оправдывает свой высокий статус вице-премьера, занимается этим ежедневно и будем в этом, безусловно, усилия в направлении импортозамещения поддерживать. Мы должны понимать, перед нами правительство, уже прошедшее точку невозврата в том, что мы можем назвать его сегодня правительством Российской Федерации, победившим санкции. Хуже некуда. Так оценил состояние банковской системы Соединенных Штатов американские инженеры и миллиардер Илон Маск. Ранее в рамках борьбы с инфляцией Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на 25 пунктов, что, по мнению аналитиков, негативно скажется на всем финансовом секторе. О том, как американская экономика скажется на российском рынке, расскажет депутат ЛДПР Аркадий Свистунов. В моменты, когда начинается вся эта вещь, ну да, становятся востребованы так называемые защитные активы. Это, конечно, опять же, банальное золото, реальные активы, то, что называется комодизм, то есть это все эти ресурсы наши и так далее, это становится защитным активом. Сейчас будет все это происходить по каким-то там, ну, очень большим дисконтам. Те, кто занимается вот криптовалютой, вот эта вещь, они видели многое на этих рынках, и они, как бы это правильно сказать, умеют, в общем-то, ждать. Да, они скажут, ну, хорошо, сейчас это пусть обвал состоится и так далее, вот, но потом обязательно будет рост. Может быть, может быть и так, может быть и так. Хотя вот эти глобальные риски, которые уже связаны с военными сценариями, как это сейчас происходит, вот это как раз и есть то, что настораживает больше всего. Поскольку есть понимание, что система будет меняться, то есть вот эта глобальная система, которая завязана на одного игрока на Соединенные Штаты, это понятно, что она перестает, то есть она прекращает быть. Будет многополярная система. Какая еще будет видна. Ну, и там, соответственно, отсюда все эти вещи. Поэтому я бы так и сказал, возвращайтесь домой. Искусственный интеллект – это то, что заставляет рукоплескать революционным достижениям в области технологий. Однако уже сегодня люди начинают задумываться об опасностях, которые несут в себе передовые изобретения. На возможные риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта, обратил внимание заместитель председателя Думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Запад не готов. Запад поставил своей целью уничтожение России и ее союзников. И это очень опасная история, потому что мы видим, как Илон Маск со своими технологиями уже показал нам, что роботы собирают роботов. Как только туда добавится искусственный интеллект и автомат, как говорится, пиши пропало, проблемы будут серьезные и у всех. И этот робот с автоматом в руках или с любым еще более страшным оружием, сегодня это будет не управляем человеком, он будет управляем искусственным интеллектом. Те дроны, которые сегодня сбиваются в Черном море или сами они падают, это не важно. Важно, что они заполняют наш мир. И как только они будут массово производиться, напомню, тот же самый Илон Маск говорил о 60 тысячах дронов в год, которые он собирается производить. И мы не знаем даже, какие это роботы летающие, двигающиеся, ходящие, огромные, маленькие. Это может быть мини-роботы, которые будут убивать человека. Это может быть огромные роботы, которые будут уничтожать живую силу, технику и так далее. Мы находимся на грани вот таких вот самых страшных апокалиптических сценариев, которые мы с вами видели еще в 1984 году в фильме «Терминатор» с Сарнольным Шварценеггером. Это сегодня реальность. Это происходят эти бионические руки, ноги, эти роботы, которые уже повсеместно бегают, прыгают иногда лучше, чем человек. И с точки зрения пластики, их движений, их возможностей по дальности, по высоте прыжка, по запасу хода, они могут быть крайне опасны для человека. И как только это, еще раз подчеркну, три технологии соединятся воедино, это оружие, это робот и это искусственный интеллект, вот тут, конечно, человечеству не позавидуешь. Я надеюсь, что политики... А здесь речь идет только о политическом решении, это не какая-то эволюция, потому что все три технологии уже существуют. Как только их соединят воедино, человечеству будет грозить угроза. Я надеюсь, как-то политики поймут и сохранят здравый смысл и этого не допустят. Но реальность говорит об обратном. Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил о намерении работать в федеральных структурах в Москве. Об этом он рассказал во время представления чиновникам и депутатам региона в Рио губернатора Василия Анохина. Островский поблагодарил Владимира Путина за выбор преемника, уточнив, что Анохин длительное время работал под его руководством и хорошо знает область. Между тем, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий после принятия отчета правительства поднял вопрос о дальнейшей работе Алексея Островского. У нас многое зависит от кадров. Я просил бы обратить внимание на Алексея Владимировича Островского, человека, который 11 лет безаварийно отработал губернатором Смоленской области, принял область. Долги были 113% от собственных доходов и ушел с области, когда было 45% сегодня. Уникальный результат. Почти вдвое увеличен бюджет некогда депрессивной Смоленской области. Мы ожидаем, Михаил Владимирович, что вы обратите внимание на нашего выдающегося коллегу, и он найдет достойное место работы в правительственных структурах. Алексей Владимирович Островский. И к этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.